спонсор выпуска магазин опершоп итак всем добрый день продолжаем научную тематику александр сергеевич добрый день добрый день ну начнем немножко с воспоминаний у нас появилось четырехмерное пространство время да в котором живут четырех вектором или четырех вектора вектор все таки четырехмерные пространство время человеке нет я бы сказал что это все таки просто возможная геометрическая интерпретация формул которые так легче запоминать и легче ассоциироваться с чем-то а в комментариях уже под прошлым роликом был вопрос о искривлении пространства и шаре который якобы скатывается в это пространство и какие-то современные концепции размышления на эту на эту тему мы к этому будем подходить до этого еще далеко до искривления пространства надо еще в не искривленном много эффектов существует которые так сказать достаточно интересны чтобы их обсуждать просто ведь все это было придумано для объяснения или вернее так сказать некоторого нового более красивого взгляда на электромагнетизм а в нашем мире преобладают электромагнитные силы а уж гравитационные это там мелочь которая где-то там в космосе далеко может быть она есть может быть ее нет а в нашем то мире гравитация она почти никак и не участвует если не считать притяжение земли а ее то можно и почти классически рассматривать поэтому прежде чем двигаться искривление кстати там шар там не шар там параболоид скорее это шар был бы если бы у нас все четыре координаты были со знаком плюс или со знаком минус давали бы квадрат расстояние а поскольку там одна другая то там там немножко другой геометрический образ это вот такая штука вот такой параболоид у которого каждое сечение является не кругом в плоскости в трехмерный параболоид имел бы там круг или ну как пересечь или там эллипс в зависимости от наклона здесь каждое сечение такого параболоида это шар за четырехмерный параболоид поэтому там скатываться скорее уж в этот параболоид но это там немножко другом где-то речь просто вот в этом глобально кривом четырехмерном пространстве там есть еще локальные вот некоторые искривления вот которые ассоциируются с притягивающими планетами но вот это сейчас вдруг стало слегка актуально поскольку именно за якобы наблюдение черных дыр так сказать нобелевскую премию ведь дали так ни много ни мало да ну да это означает что это опять таки можно к этому по-разному относиться я бы я немножко был удивлен по моему черные дыры это уже так давно это он у ландау еще 30 и 40-е годы там в книжке были а сейчас как-то уж только ленивый про какие-нибудь кротовые норы не говорит а почему вдруг нобелевские премии за какие-то черные дыры так сказать дают прямо я даже удивлен немножко но давайте перейдем к вопросу если вопрос один на самом деле очень но очень много вопросов они чем-то похожи на те что мы прошлый раз рассуждали вот но уже просто нет другая плоскость но тем не менее нам важно на них поотвечать несмотря на то что они казалось бы может быть не так интересно но тем не менее что-то в этом есть значит пишет наш зритель под роликом у электромагнитной волны нет массы следовательно нет инерции в скобочка масса меры инерции если кинуть шарик с нулевой массой то он останется в покое следовательно в кавычках движение волны не зависит от движения источника дать определение движению тоже нужно перед тем как рассуждать о нем формального определения времени пока не существует оно не измеримо колебание атома не механическое оно тоже электромагнитной природы складывать теплое с мягким можно но результат будет иметь другой смысл а все что основано на втором законе термодинамики тоже неприменимо к модели нашего пространства закрытых систем не существует в природе не может существовать даже в теории и какой еще нафиг наблюдатель наука блин и что ну куча каких-то утверждений тут опять так много всего что даже давайте у электромагнитной волны нет массы нет инерции ну вот как бы и значит нет ее движения а кто сказал что есть электромагнитная волна мы я же говорил давным-давно была придумана сказка электрическое поле теперь что значит есть или нет массы смотри лекцию давным-давно мы говорили что такое масса наверное надо бы спросить вообще подходит или нет к электромагнитной волне понятия понятия массы почему кто сказал что к этому ну вот когда-то извините масса это был коэффициент пропорциональности между силой и ускорительной вот мы когда-то говорили что у нас есть инерционная масса гравитационная масса но это было в самом начале вот сейчас когда мы находимся на этапе уже ст о мы должны как-то ввести это понятие еще раз или как-то его переопределить сегодня бы этим надо было заниматься тогда мы чуть-чуть подождем а если вернуться к электромагнитной волне и тезисе о том что она не может двигаться и вообще весь вопрос опять таки что мы понимаем под электромагнитной волной я под электромагнитной волной понимаю функцию пока одну из функций в виде суммы которых удобно представить решение уравнения максово но если такая функция имеет она массу или нет а синус имеет масса или нет или тангенс наверное нет но не имеет но синус и тангенс это математических какие-то значит функции а здесь речь идет о чем-то физическом ну как бы нет я вот с одной стороны я понимаю нашего гражданина нашего зрителя который говорит что ну окей электромагнитное поле это то с чем мы как бы в обычной жизни имеем дело непосредственно вот типа вот телефон сигналы идут каким-то образом но вот возникает у человека закономерный вопрос если массы нет то что тогда туда уходит каким образом мы даже дали характеристики электромагнитному полю там напряженность и и прочее у нас когда-то возникла что-то давно проблема как один заряд находящийся в одной галактике знает что ему надо про откликнуться силой на наличие заряда находящегося в другой галактике когда между ними пусто там вакуум и мы когда-то говорили что при ньютоне таких вопросов не возникало поскольку ньютон исчезал что заряды могут взаимодействовать на больших расстояниях и то что между ними как бы ничего нет это не проблема для взаимодействия потом мы договорились что пожалуй в повседневной жизни такого не бывает если наш уважаемый зритель находится далеко ему очень даже не нравится понятие электромагнитного поля то сколько бы он там находясь далеко не размахивал руками он нам никакого здесь вреда причинить не может потому что вот нашем мире как нам показывает опыт есть близко действия потом мы договорились давайте тогда выдумаем некоторую дополнительную субстанцию о которой я говорил что я даже не знаю как ее наблюдать на опыте которая якобы создается одним зарядом она доползает до другого и вызывает появление силы потом мы договорились что в некоторых случаях этот выдумка удобно в некоторых случаях эта выдумка неудобна потом сказали давайте пока считать что она есть нам это поможет решить несколько задач задач, несколько задач мы решили, мы решили, и она нам была удобна. Через некоторое время появятся задачи, в которых для решения эта выдумка, мягко говоря, не очень удобна, и тогда мы придумаем что-то другое, да, а это окажется некоторой данью истории, так сказать, в некотором смысле, и поэтому а есть у этой вещи масса или нет – это тоже вопрос хороший, сегодня об этом можно будет поговорить, да, действительно, в некотором смысле я не совсем согласен, что нету массы у электромагнитного поля, и когда у нас конденсатор заряжен, внутри же там есть поле, но масса заряженного конденсатора чуть-чуть больше, чем масса незаряженного, и, казалось бы, эту массу можно было с некоторой осторожностью приписать в поле, так что я бы так тут не стал однозначно. Мы уже ушли из тех времён, когда можно задать вопрос, на который есть однозначный ответ. Сейчас всё немножко не так. Сейчас речь идёт о том, как удобнее мыслить, то хоть и там и говорят, что это отрицает объективное знание, объективное знание, как мы договорились, мы хотим уметь предсказывать будущее. А как оно устроено на самом деле? Мы года два потратили на то, чтобы договориться, что такое масса, что такое там поле, и всё, потому что сейчас мы будем сильно менять свои взгляды на всё, что происходит, а эти взгляды будут сильно отличаться от бытовых взглядов. Но вся беда в том, чтобы вот здесь иметь почву какую-то под ногами, надо достаточно хорошо помнить, а что мы называли в своё время массой и что мы называли в своё время полем. Полем мы называли сказкой, вот поэтому я призываю всех, прежде чем говорить, зайти на ту лекцию, где вводились эти понятия. Ну, как бы получается немножко смешно, я в своё время говорю – ладно, при желании эту сказку можно придумать, а теперь наш уважаемый зритель говорит – ах, как ужасно! У поля нет массы, есть она объективная или нет. Но если мы ввели сказку, а теперь вдруг спустя год мы начинаем говорить… вдруг проясняется, что это вроде как сказка. Ну, тогда сказка, а кто спорить? Ну да, но я бы на самом деле немного перевёл это на другой язык, т.е. есть определённые какие-то явления – человек с отверткой, плоскогубцами или амперметром и неважно с чем, с каким-то измерительным прибором сидит, чего-то колупает и пытается как-то это объяснить, и периодически вводит какой-то его в дискурс… Только при этом надо ещё сказать, что на самом деле никаких отверток, плоскогубцев нет, а есть вакуум, в котором есть чуть-чуть элементарных частиц. Это миф, так сказать, и поэтому нам придётся сейчас смотреть на всё совсем с других позиций. Ну да, и в итоге это получается некая попытка объяснить какие-то эффекты. Часть эффектов объяснили, построили какие-то приборы, которые работают на основе вот этих объяснений, дальше объяснили не всё, пошли дальше… Мы ничего не объясняем, мы только пытаемся описать поведение того, что мы наблюдаем. Это поведение описывается на языке математики, но поскольку этот язык не очень удобен для краткого общения, мы по аналогии между формулами приписываем этим объектам какие-то вот образы. Иногда то, что мы называем электрическое поле, немножко ведёт себя похоже на волну на поверхности моря. Ну, это бывает. И тогда мы… Поскольку и там, и там решение в виде похожего на синус получается, мы говорим, а, электрическое поле – это волна. Ну, согласитесь. Электрическое поле, вон, свет – это совсем не та волна, которая на поверхности моря, и совсем не акустическая волна. Вот я сейчас говорю, вы слышите мой голос – это же совсем не похоже на свет. Но, тем не менее, математические описания этого всегда немножко имеют общие, и мы переносим на другой объект вот некоторый образ, который у нас появился в другом случае. Но в других случаях оказывается, что тот же поток света больше похож на горошины, и вот дальше начинается разговор, а, может быть, свет всё-таки это не электромагнитное поле, а поток горошин, а можно ли им массу приписать. Тогда возникает… Надо снова вспоминать, а что мы раньше массы называли, а что мы теперь массой будем называть. Вот это… Вот мы как раз подошли к этому интересному месту, когда сейчас надо… Те привычные представления, которые у нас были, они сейчас начнут рушиться. Но рушиться-то будут не те бытовые привычные представления, которые были, а рушиться будут… Потому что привычные, они вообще расплывчатые, там и рушить нечего. А те представления, которые мы в своё время били, когда мы их вводили аккуратно, говорили, а чего мы занимаемся тривяльщиной. А вот теперь эта тривяльщина нужна, потому что, когда мы говорим, что такое масса, когда это понятие становится другим, очень… Прежде чем хвататься за голову, надо вспомнить, а что же мы называли массой. Масса – это совсем не мешок с картошкой, который тянет к земле, это нечто совсем-совсем другое. Это когда вот его толкаешь, а вот он начинает двигаться с ускорением. Если одно на другое поделить, получится это число. Вот это число называется массой, и всё. Мы больше под словом «масса» ничего не подразумевали. Ну, ясно, для разных объектов это будет по-разному. А если у нас какой-то объект, который, когда толкаешь вообще, он не меняет своей скорости движения… Который невозможно толкнуть. Да, его и толкнуть невозможно, да. И самое главное – невозможно посмотреть, куда он, грубо говоря, начал двигаться. Ну, так и чему тогда особо… Предлагаю зачитать ещё один. Давайте. Вся эта чехарда с пассажиром в поезде и человеком на вокзале бессмысленна, ибо в этом примере не время измеряется, а скорость доставки информации. Если речь идёт о «взглянуть на часы пассажира человека на вокзале», то это скорость света, верно? Ведь мы видим, воспринимаем спектр света. Но если исключить эту погрешность, если в условное время оба эти человека отправят друг другу формальную смс-ку, если у них будет такая возможность, вот эту оговорку сделаем, с указанием времени, то в этих смс-ках будут идентичные данные. И придут эти сообщения с одинаковым запозданием в скобочках «погрешность на скорость доставки информации». Время неизменно и изменяемо одновременно, но его изменяемость сугубо субъективна. Единица измерения времени одновременно и есть, и отсутствует. Никогда человек не сможет, грубо говоря, побывать в прошлом и никогда не попадёт в будущее. Мы можем увидеть свет исчезнувших много миллионов лет назад звёзд, но никогда не сможем на этих звёздах, грубо говоря, побывать. Ну, вот такой вот тезис. Опять, как всегда, столько слов, что… Ну, вот у нас два человека в поезде и наблюдатель, они отправляют друг другу смс-ки, у них есть такой канал, такая возможность с показаниями своих часов, и у того, и у другого 16-0-0. А мы говорим о том, что одному кажется, что время замедлилось там, а другому кажется, что противоположность тогда. Хорошо. Вот давайте ещё раз. Вот пусть… вот я измеряю свой пульс, и как только у меня удар пульса происходит, я вам посылаю вспышку света. Света. Да, пусть у нас пульсы с вами идут абсолютно синхронно, вот у нас одинаково сердце устроено. И вы мне посылаете каждый раз вспышку света, и вот между нами небольшое расстояние, и мне приходят вспышки света немножко с запозданием относительно моего пульса, согласитесь. Потому, что пока света от вас до меня дойдёт. И к вам они придут тоже с таким же запозданием. Но, скажем, если это запоздание составляло половину удара моего пульса… вот мне всегда от вас приходят вспышки света ровно посередине между ударами моего пульса, а вам точно так же от моего. И мы говорим, что у нас время бежит одинаково. Теперь, вот у меня ударяется пульс, я вам посылаю вспышку света, она к вам прибежала, она прибежит через половину удара вашего пульса, но я теперь не стою на месте, а убегаю от вас, и когда у меня в следующий раз ударит пульс, я вам снова посылаю вспышку света, но она придётся к вам с большей задержкой. Безусловно. Если та вспышка пришла ровно посередине между ударами вашего пульса, то когда я уже оттуда вам пошлю вспышку света… половину удара плюс ещё чуть-чуть. Да. А следующий ещё чуть-чуть, и от меня вспышки света вам будут приходить реже, чем будет биться ваш пульс. И точно так же от вас ко мне вспышки света будут приходить тоже с замедлением, потому что им надо проходить до меня всё большее и большее расстояние. И я говорю, вот чёрт, пока вот мы здесь были, вспышки света от вас приходили с одной частотой. У нас и у вас всё происходило одновременно. А теперь, когда я бегу, у меня уже пульс два раза стукнулся, а от вас пришла только одна вспышка света. А с чего бы она пришла только одна? Да понятно почему, потому что света дольше до меня идти. Но при этом ведь вы и газету медленнее для меня читаете, потому что просто картинка от вас ко мне приходит всё позднее и позднее. И я буду видеть, что у вас идёт всё, как в замедленном кино. И точно так же вы от меня будете видеть. Вот и всё, тут больше ничего другого нет. Окей. Постановили, я думаю, что исчерпывающе. Мы уже много наговорили в прошлый раз, но просто стоило ещё раз это проговорить. Там ещё одно было интересное, там что-то про спектр было сказано. Ведь мы видим, воспринимаем спектр света, но если исключить эту погрешность, если в условное время оба эти человека отправят друг другу как бы СМС-ку, то в этих СМС-ках будут идентичные данные, и придут эти сообщения с одинаковым запасом. Вот у меня вопрос к уважаемому, так сказать, сомневающемуся. Вот вы употребляете слово «спектр света», вы какой спектр имеете в виду, фурье-спектр или энергетический, уточните, пожалуйста. У слова «спектр» есть разные понятия. Ну, я думаю, что это в бытовом смысле светящийся пучок, я не знаю. Я думаю, что здесь можно, конечно, так запросить у человека… Но давайте всё-таки стараться пользоваться теми словами. Мы два года потратили на то, чтобы договориться о значении слов, пока мы слово «спектр» не произносили, и поэтому мы сразу уйдём в кучу неоднозначностей, если будем употреблять слова, смысл которых мы не определили. Вот я стараюсь употреблять только те слова, которые в течение двух лет мы обсуждали. Давайте попробуем в этом остаться, иначе мы уйдём в никуда просто. Ну, и есть ещё одна плоскость, она уже появлялась на горизонте, но мы её не имели возможности обсудить. Значит, это некие философские представления. С философией всё сложнее, потому что, как правило, технари к философии. Вот технари я имею в виду не вас конкретно, а вообще студент. Вот меня, например. Мы относились всегда очень скептически, потому что очень много непонятных слов, и их невозможно потрогать. Если у меня есть генераторы электромагнитного поля, я могу там какие-то измерения сделать, построить какую-нибудь вольтамперную характеристику, я не знаю, какие-то провести данные, какой-то опыт поставить и увидеть на практике. То есть, здесь сложнее. Ну, вот стоит зачитать комментарий, ну и мы попробуем на него прореагировать. Весь зачитывать не буду, длинный, только вводную часть. С цитаты начинается «Другая причина, породившая физический идеализм – это принцип релятивизма относительно нашего знания, принцип, который с особенной силой навязывается физиком в период крутой ломки старых теорий и который при незнании диалектики неименуемо ведёт к идеализму. В действительности, единственная теоретически правильная постановка вопроса о релятивизме даётся материалистической диалектикой Маркса и Энгельса, и незнание её неминуемо должно привести от релятивизма к философскому идеализму». Дальше тут идёт длинная цитата из Ленина. Ну, я думаю, что нет смысла её зачитывать. Я думаю, что имеет смысл обсудить, как физики сталкиваются с какими-то философскими представлениями. То есть, не имеет значения, речь идёт о цитатах из Ленина, из Гегеля или Маркса-Энгельса, или каких-либо других представителей философии. Ну, вот хотелось бы просто понять вашу реакцию на это. Ну, очень сложная она эта реакция. Ну, во-первых, так из контекста и пафоса этого текстного выступления звучит, что это ведёт к идеализму, поэтому это очень плохо. У меня сразу вопрос. Мне интересно, а почему идеализм – это плохо? Я не говорю… Точно так же я могу спросить, а почему идеализм – это хорошо? А почему вообще к понятию идеализм и материализм можно относить к категории «хорошо» и «плохо»? А мне, например, «фиолетово», и что дальше? Ну, и ведёт к идеализму, ну, и хрен бы с ним. Я думаю, что идеалисты, слышав это, скажут – ура, и ведёт к идеализму, да это же прекрасно, так сказать. Матеалисты скажут – нет, это идёт к идеализму – это очень плохо. А я не понимаю, почему одно «хорошо», другое «плохо», так сказать, потому что… Да не понимаю, почему. Вообще, да, действительно, и инженеры, и технари, и многие физики к философии относятся очень плохо почему-то. Я этого тоже не понимаю, вот когда на физическом факультете я долго, так сказать, и у руководства там был, я много слышал разговоров о том, что курс философии вообще надо прикрыть, это вот вредно. Я не считаю, что курс философии вредно, потому что вот когда студент отвечает на экзамене и не может связать двух слов, а вот одна из функций, я не говорю, что это главная функция, но одна из функций философии – это умение достойно говорить по предмету, в котором ничего не понимаешь. Ну, например, как философ скажет… Это тоже грубо как-то. Ну, грубовато. Ну, почему? Я точно знаю, что… я понятия не имею, наше пространство дискретно или непрерывно, я могу сказать. Существует философская концепция, что пространство непрерывно, эта концепция имеет долгие и глубокие философские и исторические корни, но есть и противоположная концепция, что пространство дискретно. Вот у нас есть альтернатива, и эта альтернатива может быть решена диалектически. И вот на этом языке я могу 10 минут проговорить. Согласитесь, что на экзамене, когда я говорю это, это гораздо лучше, чем «эээ», не знаю… Нет, на экзаменах по физике это очень-очень быстро пресекается. Нет, это пресекается гораздо медленнее, чем пресекается слово «эээ», так сказать. На этом можно продержаться. Можно продержаться. Можно. Ну, т.е. вы хотите сказать, что мы имеем дело в физике с чем-то конкретным, или что философы часто пытаются обсуждать то… Философия – это некоторая схема рассуждений, так сказать. Вот мне очень нравится точка зрения нашего преподавателя по философии. Вот у нас был профессор Брамский, он вообще был выходец из физиков, но потом ушел в философию. Он говорил, например, вот философия древних – они перечислили все возможные альтернативы глобального устройства мира. Они не ответили, как он устроен на самом деле, но они перечислили возможные варианты и как минимум сформулировали некоторую программу исследования. Ну, так, наверное… Во-первых, они поставили вопросы, и они придумали и попытались объяснить значение слов, которые используются… Вот что такое дискретно, что такое… Они не ответили полностью, полностью нельзя дать определение ни того, ни другого. Но, поговорив об этом, с помощью других слов определение давать – это дело безнадёжное, потому что мы когда одними словами пытаемся объяснить значение других слов, мы до конца всё равно не дойдём. Но если мы хотим как-то начать всё-таки понимать друг друга, либо нам с детства показывают вот эта чашка, а не ведро, и вот мы начинаем… А если мы говорим о более абстрактных вещах, то чтобы хоть как-то прийти к общему знаменателю, надо об этом говорить, потому что если об этом не говорить, ну и вот философы об этом говорят, не всегда имея, так сказать, достаточного базиса знаний об этом по разным причинам, и потому что просто наука до этого бывает и так не дошла, и… А может быть, просто они что-то там слышали, если говорят о какой-то конкретике, не понимают… Ну, допустим, человек не до конца погружается… Ну, всяко бывает, но они об этом говорят, и когда всё… и там какие-то споры возникают, ну и ведь у нас как психика устроена? Если долго говоришь, то возникает некоторая иллюзия понимания. Вот мы говорим долго – электрон, 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 электрон… Сколько-то картинок мы видели, и у нас постепенно… А, потом… Да там же толк, но это же просто, там электроны двигаются… Хотя что такое электрон-то, мы с самого начала не договорились, но мы часто употребляли это слово, а если часто его употребляешь, возникает некоторая иллюзия взаимопонимания, если мы его употребляем в одних ситуациях так, а в других не употребляем, мы уже какое-то начинаем его понимание настраивать, и вот в этом отношении я говорю о философии её не морально-этической, это отдельная вещь о мировоззренческо-описательной функции. Да, это некоторая часть формулировки языка, на котором об этом приходится говорить, но да, вот физики отказались обсуждать, что такое пространство и время, потому что они говорят, что мы всё равно до этого не дойдём, но, тем не менее, это слово иногда удобно для объяснения, и поскольку оно на языке у философов, они часто его крутят, так сказать, ну и слава Богу, и слава Богу, так сказать, так что вот я, если честно, к философии не отношусь явно негативно, вот абсолютно не отношусь, абсолютно не отношусь, но другое дело, что, конечно, везде бывают перегибы, кто-то говорит, что философия царится, кто-то говорит, что физика царится, кто-то говорит, что математика царится, ну, с монархиями вообще в наше время тяжело обстоит. Тяжело обстоит. Все за демократию. Да, да. Так что я… Поэтому я предлагаю сделать демократически верный выбор и приступить дальше. Давайте, давайте. Вот, и я ещё раз говорю, я, конечно, внутриматериалист, я вот так… я считаю, что всё вокруг существует, но я понимаю, что у меня никаких аргументов в пользу этого, кроме того, что меня так воспитали и мне так удобнее, у меня нету. Если б меня воспитали как субъективного идеалиста, я бы, наверное, так же… мне было естественно считать, что это всё выдумка моей философии. Есть такой тоже красивый пример. А если бы вас воспитали в племени, которые охотятся за головами, вы бы подсчитывали количество голов у себя, значит, на стене в вашей хижине. Мы очень социальные объекты, на самом деле, и наше мировоззрение зависит от очень-очень многих вещей. Итак, мы пришли к интереснейшему моменту в развитии физики. Мы договорились, что все физические законы должны… все физические явления должны быть одинаковыми во всех инерциальных системах отсчёта. Я повторяю, мы об этом договорились. Это было предложено так считать Эйнштейном. И из этих… из этого предположения получается масса следствий, которые пока работают хорошо. Я говорю, пока работают хорошо. И работают в достаточно узкой области. Есть области, где они не работают. И это означает, что никто не говорит, что эта договорённость окончательная. И почти наверняка рано или поздно будет очередное прозрение, и мы поймём, что мы снова были наивны. Так было до сих пор, всегда так было. И, наверное, так будет. Хотя и этой теоремы у нас нет, так сказать. Вот. Если мы говорим, что во всех инерциальных системах отсчёта, опять-таки очень осторожно. Пока мы выкидываем явление гравитации. Мы понятие инерциальной системы отсчёта там сильно изменим, так сказать. Пока вот есть какое-то притяжение к Земле, оно везде одинаковое, и чёрт с ним. Мы не падаем ни в какую чёрную дыру, ни в какой кротовой норе не сидим. Всё по-простому, так сказать. И вот тогда то, что видим мы, сидящие здесь, любой физический эксперимент должен совпадать с физическим экспериментом, который кто-то делает в самолёте, который летит с постоянной скоростью, пока он не падает. Вот. Мы приняли такое положение, и из этого и положение постоянности скорости света, плюс ещё ряд правдоподобных допущений, получаются преобразования, которые хорошо уживаются с уравнениями Максвелла, которые предсказывают массу полезных вещей, которые наблюдаются на опыте. Вот. Такова ситуация. Теперь возникает вопрос, что если мы хотим адекватно описывать окружающий нас мир, а физики, к сожалению или к счастью, мы пока не умеем его описывать адекватно, иначе, как на языке математических формул, это означает, что эти математические формулы, если будет писать их честный экспериментатор, сидящий здесь, или пролетающий на самолёте, они должны получаться одинаковыми, так сказать. А это означает, что если мы переходим из одной системы отсчёта в другую, и там поменяем координаты и время, как это было сказано в преобразовании Хлоренца, формулы должны оставаться. Так вот, дальше делается главное требование, что все математические законы, они должны быть одинаковыми во всех… все физические законы, они должны иметь одинаковую запись во всех системах отсчёта, поскольку там физика одинаковая, мир одинаково развивается. И поэтому во всех математических соотношениях должны присутствовать либо только… либо четырёх векторы, которые себя вот так хорошо ведут при переходе с одной системы отсчёта в другую, либо инварианты величины, которые вообще не меняются при переходе с одной в другую. Все остальные математические соотношения для использования физики оказываются запрещёнными, потому что в других системах отсчёт они будут выглядеть по-другому, а физика – она одинаковая во всех системах отсчёта. Вот это означает, что всё, что было сделано до этого момента, все законы классической механики, все законы электричества, все законы магнетизма, всё-всё, что делалось, и что мы записывали все эти законы с помощью трёхмерных векторов, мы это делали всё неправильно. Они верны лишь приближённо при малых скоростях, а если мы хотим, чтобы они были верны всегда и для любого наблюдателя, мы должны их переписать в четырёхмерной форме. Правильная математика, которая описывает всё это – математика четырёх векторов. Да? Александр Сергеевич, правильно получается, что если мы возьмём четырёхмерные вектора и введём определённые допущения, то мы получим старые привычные для нас уравнения. Вот мы получим некоторые похожие аналоги на наши старые уравнения в четырёхмерном мире, а если мы их спроецируем в нашу трёхмерию и сделаем тень трёхмерную, то то, что получится, на малых скоростях совпадёт с тем, к чему мы привыкли, а на больших скоростях оно не обязательно совпадёт. Мы там можем увидеть то, чего на малых скоростях нам и не снилось, так сказать. Ну, т.е. у нас есть переход к старым привычным нам формулам и каким-то явлениям. Значит, мы будем просто писать, мы это увидим просто, так сказать. Мы это просто увидим. И вот тогда началась в физике шикарная эпоха. У нас была трёхмерная физика, а глядя на неё надо было угадать правильные соотношения четырёхмерной физики. Как всегда, новые вещи, они угадываются, мы их не можем математически вывести. И вот это всё началось, и вот об этом я сейчас про это угадывание хочу немножко поговорить. Итак, теперь мы должны всё описывать с помощью четырёхмерных векторов, которые вот известно, как преобразуются в случае преобразования Лорнса. Я хочу ещё раз напомнить эти преобразования, и чтобы этот вектор не ассоциировался ни с какой другой… Это должно касаться абсолютно всего, чего мы будем делать. Поэтому я хочу выбрать какую-нибудь букву, которая не ассоциируется в физике вообще ни с чем. Вот выберем, например, букву твёрдый знак. Она ничем не лучше… Вот раньше у нас был трёхмерный вектор трёхмерный. Я их буду обозначать одной стрелочкой. И у этого вектора было три компоненты. Проекция этого вектора на ось Х, проекция вектора на ось У и проекция вектора на ось З. И мы всегда умели проецировать вектор в трёхмерном пространстве на три направления. Теперь мы переходим к четырёх вектору. Значит, чтобы как-то отличать от трёх векторов, я четыре вектора буду рисовать большой буквой, а сверху на всякий случай ставить две стрелочки. Это чисто моя выдумка, разные люди по-разному. Например, один из преподавателей, который меня учил, он четырёхмерные правильные векторы вот так обозначал, а убогие трёхмерные векторы, обозначал буквы со стрелочкой снизу. Есть и такой способ. У Ландау, например, вообще не пишется значок стрелочки, а он считает, что читатель сам понимает, когда какой вектор написан. Ну, вот давайте вот так договоримся, хотя я повторяю, это моя выдумка. Этот четырёх вектор устроен так. Это совокупность уже не трёх величин, а четырёх величин, у которых три остаются отсюда, а четвёртая, вернее, нулевая, вот её считают, её обозначают индексом Т, это временная компонента, и у неё есть три пространственные компоненты, которые являются компонентами этих величин. Вот такая совокупность будет называться четырёх вектором. И чтобы писать короче, тут три буквы-то лениво писать, можно одну эту букву со стрелочками писать, иногда это просто определение. Мы его будем писать так. Это временная компонента и три пространственные, которые обозначаются буквой с одной стрелочкой. Ну, так, короче просто. Так, короче. Дальше. Дальше мы договорились, что компоненты четырёх векторов должны удовлетворять преобразование Лоренса. Это значит, что если в одной системе отсчёта, в неподвижной x, y, z мы видим четыре компоненты у этого вектора, то в другой системе отсчёта, которая летит относительно этой с какой-то скоростью v, мы увидим другие значения этих величин, и они получаются так. Временная компонента в движущейся системе отсчёта… Временная компонента штрих – это потому что в движущейся. Временная компонента в неподвижной системе отсчёта минус v к c на иксовую компоненту в неподвижной системе отсчёта делить на корень из единицы минус v к c в квадрате. Иксовая компонента вектора в движущейся системе отсчёта – это иксовая компонента в неподвижной минус v к c на временную компоненту в неподвижной на корень из единицы минус v к c в квадрате. А игриковые и z-овые компоненты, они остаются прежними. Вот это то, что называется, это игриковые. Преобразование. И всё. И вот физики в уравнениях… Да, обратите внимание, насколько они теперь стали симметричными. Смотрите, здесь t и x полностью меняются местами. Если мы здесь t поменяем на x, а x на t, мы из этой формулы получим r. В этом отношении пространственные и временные компоненты, они абсолютно симметричны, так сказать. Они ничем не лучше, не хуже других. И вот теперь утверждается, что все формулы должны состоять либо из таких четырёх векторов, либо скалярных величин, которые во всех системах отсчёта одинаковы. Но, кстати, они бывают двух типов. Либо они изначально, вот от природы везде одинаковы, например, скорость света, она вот везде одна и та же. А ещё, если мы возьмём два разных четырёх вектора, скажем, четырёх вектор – твёрдый знак и четырёх вектор – мягкий знак, то как для двух обычных векторов у нас было скалярное произведение, то здесь мы для них ведём четырёхскалярное произведение. Как обычное скалярное произведение было устроено? Надо было перемножить все компоненты x на x, y на y, z на z и сложить. А вот теперь мы определяем четырёхскалярное произведение так. Надо взять временную компоненту одного со множителя и умножить его, как и ожидалось, на временную компоненту другого со множителя. А потом надо было бы взять x-овую компоненту этого на x-овую компоненту этого, а вот здесь-то их надо брать со знаком минус. Это вот как раз связано с тем, что у нас пространство не эвклидово, а псевдо-эвклидово, и вот там теорема Пифагора устроена немножко по-другому. И дальше y-ковые компоненты, и дальше z-товые компоненты с неправильным знаком. Вот так. И вот если теперь мы не поленимся и вместо напишем то же самое со штрихами здесь, тут поставим штрихи, и не поленимся выражения со штрихами, подставим сюда и все перемножим, то у нас получится точно такое же выражение без штрихов. И это означает, что эта величина одинакова и в этой системе отсчета, и в этой. Поэтому у нас в физические законы могут входить четырёх векторы, могут входить истинные инварианты вроде скорости света, и могут входить четырёх скалярные произведения. Вот если мы только так будем записывать законы, они математически будут одинаковы во всех системах отсчета. Вот это правило новой игры. А теперь мы начинаем играть в новую игру. Так? Законоверный вопрос про векторное произведение. Играет ли оно роль? Нужно ли оно? Нет. Потому что оно нам часто очень было нужно тогда, а сейчас… Нет. Нет, нет, нет. В четырёх мере и саму операцию векторного произведения вообще нельзя вести. Почему? Ну так, в двух словах. Что значит вести? Мы должны вести некоторую операцию, которая будет… Неважно, как мы её введём, но она, наверное, должна быть обобщением тех свойств, которые были в трёхмерии, и эти свойства она должна туда перетащить. Вот оказывается, когда мы попробуем ввести четырёхмерные величины, там этого сделать почти нельзя, но потом мы введём такую операцию. Введём. Но если в трёхмерии так ловко получалось, что векторным произведением получается вектор, но, правда, не совсем вектор, псевдовектор, то вот в четырёхмерии и более высокие размерности можно ввести некоторый аналог векторного произведения, но это будет более хитрый математический объект, это будет абсолютно кососимметричный тензор. Это будет уже не вектор, а матрица, у которой по диагонали будут стоять нули, а здесь будут стоять вещи, которые так же, как в векторном произведении, при переменении множителей местами она будет менять своими. Такую штуку мы введём. И вот, оказывается, так любимые нами всеми поля, электрические и магнитные, они являются не элементами четырёх векторов, казалось бы, они у нас были векторы, и следовало бы ожидать, что они превращаются вот в элементы вот этого абсолютно кососимметричного тензора. Это довольно элементы очень хитрого математического объекта. Хотя он там тоже полезен, так что некоторый аналог там есть, но он совсем не такой прямой, так сказать, как хотелось бы, это не будет столбец из четырёх чисел, это будет более сложный математический объект. Не получается, не получается ввести. Нет, может быть, и можно ввести какую-нибудь, но ведь вы понимаете, надо же ввести не просто ввести, а так, чтобы оно работало для чего-то полезного. Так вот, какие-нибудь гиперскалярные произведения, их, конечно, можно придумать разные, но надо бы, чтобы они отражались чему-то такого. Вот пока, может быть, где-нибудь там в теории элементарных частей там что-нибудь такое и работает, но там пытаются, поскольку мы там ничего не понимаем по большому счёту, туда пытаются всю математику, какая есть и какую нет, туда пихать с надеждой, а вдруг… где-нибудь получится красиво и хорошо. Хорошо. Значит, я тогда позволю себе всё, кроме преобразований Лоренса, стереть. Они всё-таки здесь носят ключевой характер. Ну, а теперь мы начинаем угадывать уравнение четырёх в физике. Итак, у нас в трёхмерной физике положение тела задавалось трёхмерным вектором r, у которого было три компонента. Х-овая координата, у-овая координата, з-овая координата. Теперь в четырёхмерии аналогом положения материальной точки у нас является событие. Это четыре числа, которые определяют как положение тела, так и время. И соответствующий четырёхвектор – это такой вектор. Не t, а ct – это временная компонента этого вектора. А дальше r, x, r, y, r, z. Но можно написать покороче. ct называют проекцией нашего четырёхвектора на направление времени, поэтому я напишу это так. Это просто r, t – это его временная. А третью проекцию мы можем записать как обычный трёхмерный вектор. Вот эти четыре числа, они говорят не только, где произошло событие, но и когда. А если мы перейдём в другую систему отсчёта, то мы увидим, что и время, и положение этого события стало другим. Один видит – в одном месте произошло, у одного одни координаты получились, у другого – другие. И не только пространственные, но и временные. Дальше в трёхмерии был вектор скорости, который определялся как производная обычного радиуса вектора по времени. Так вводилась скорость. Естественно, нам теперь понадобится четырёхскорость. Первое, что приходит в голову – ввести четырёхскорость как производную четырёх вектора R по времени. Это хочется сделать. Это первое, что кажется разумным сделать. Так сделать можно. Но если мы сделаем так, то V перестанет быть четырёхвектором. Почему? Потому что четырёхвектор R ведёт себя прилично во всех системах отсчёта, он в некотором смысле не меняется. А вот время-то в разных системах отсчёта течёт по-разному. И если мы хороший четырёхвектор, который везёт себя одинаково во всех системах отсчёта, поделим на интервал времени, который в разных системах отсчёта чёрт знает какой, мы только что с вами договорились, что у вас пульс тикает так, а когда я от вас убегаю, мне кажется, что он у вас, то мы получим чёрт знает что. Поэтому давайте договоримся называть четырёхскоростью производную радиоспектра по какому-то времени, которое одинаково. Давайте это время называть собственным временем. Это то время, которое отсчитывается по часам неподвижным относительно того, вот мы на что-то смотрим, что-то едет. И вот давайте рядом с ними поставим часы, и вот сколько отсчитывают те часы, которые неподвижны относительно едущего, вот по этому времени мы будем дифференцировать. Это собственное время. У нас с вами есть эффект замедления времени, который говорит, что нам с вами кажется, что интервал времени больше, чем тот интервал времени, который протекает по собственным часам. Мы только что с вами об этом говорили, я убегаю, ваш пульс. У нас есть такая связь – это dt с нуликом делить на корень. Это релятивистский закон замедления времени. Поэтому вместо dt с нуликом можно поставить dt и еще корень в знаменателе. Поэтому это будет единица на корень из единицы минус в экс в квадрате. А теперь уже производное по любому удобному для нас времени, вот какое есть у нас, по нему и дифференцируем, от четырех вектора. Но давайте дифференцировать. Это у нас в скобочках было пояснение. Так, у нас нулевая компонента c… Да, во-первых, корень никуда не делся. Корень остался. Теперь ct надо продифференцировать по dt. c у нас константа. c вынесли, dt по dt – это единица, поэтому будет просто c. А теперь мы rx, ry, rz дифференцируем по времени. Это, соответственно, обычная скорость, как мы называли скоростью, производную от радиус-вектор… от компонента радиус-вектора по времени. Или просто dr по dt – это обычная трехмерная скорость. Итак, теперь надо забывать про этот корень. У нас четырех вектор скорости – это такая штука. Это c делить на корень из единицы минус v к c в квадрате. И это v делить на корень из единицы минус v к c в квадрате. Вот эта совокупность из четырех величин образует четырех скорость. Давайте посмотрим, не набрали ли мы. Мы договорились, что четырехскалярное произведение вектора самого на себя должно быть везде одинаково во всех системах отсчетов. Давайте четырехскалярно умножим скорость на скорость. То есть, найдем четырехквадрат скорости. У нас в трехмерном мире обычный квадрат скорости был инвариантом, был во всех системах одинаковый, а здесь четвертый. Ну, давайте. Мы должны перемножить нулевую компоненту на себя. У нас получится c в квадрате. А корень превратится в единицу минус v к c в квадрате. И теперь надо взять не плюс, а минус скалярное произведение. Мы помним, что наше пространство псевдоевклидово. Поэтому будет минус скалярное произведение этого самого на себя. v на v даст v в квадрате, а корень даст единица минус v к c в квадрате. Все приходит к общему знаменателю. И получается c в квадрате минус v в квадрате на единица минус v к c в квадрате. Ну, теперь если из числителя вынести за скобки c в квадрате, мы получим единица минус v к c в квадрате делить на единицу минус v к c в квадрате. Эти штуки сокращаются, и мы получаем прекрасный результат. Оказывается, квадрат 4 длины 4 вектора скорости равен c в квадрате. Он одинаков во всех системах отсчёта. Оказывается, 4 скорость – это такой интересный вектор, который всегда имеет длину, равную скорости света. По модулю 4 скорость равна скорости света. Только по модулю не в трёхмерии, а в псевдоевклидовой четырёхмерии. Поэтому все тела в четырёхмерном мире двигаются со скоростью одинаковой по модулю, равной скорости света. Ну, тяжело это принять. Это означает, что если вы двигаетесь, грубо говоря, вот если у нас тут ct, а тут х, если у вас полная 4 скорость имеет скорость света, если вы вдоль х бежите со скоростью света, то тогда проекция в эту сторону у вас 0, и тогда во времени вы не двигаетесь. А если вы, наоборот, стоите на месте, то тогда вы во времени не летите со скоростью света. Ну, вот, во всяком случае, формально мы получили инвариантное равенство. Ну, дальше возникает… Конечно, дальше можно ввести четырёхускорение, да? Тогда нам надо будет четырёхскорость ещё раз продифференцировать, наверное, по собственному времени. Ну, а кажется, что оно нам не понадобится. Мы пойдём другим путём. И вспомним, что следующим очень важной величиной, которая была у нас… Итак, у нас уже появилось два четырёхвектора. Это четырёхвектор r и четырёхвектор скорости, который равен единице на корень, а тут c и r. А теперь давайте вспомним, что у нас в трёхмерии была очень важная величина, которая играла большую-большую роль в физике классической минус. Это была личная импульс. Мы импульсом называли в трёхмерии произведение массы тела на его скорости. А массу мы очень осторожно вводили. Мы говорили, что если на тело действует какая-то сила, то тело ускоряется, и вот эта величина ускорения… Если сила стала в два раза больше, то и ускорение стало в два раза больше. Если одно на другое поделить, мы для данного тела получим константу, которую назовём масса. Ну, а теперь нам, наверное, надо ввести четырёх импульсом, чтобы потом, по аналогии с тем, как было сделано в Ньютоновском мире, записать второй закон Ньютона, но не в трёхмерии, а в четырёхмерии. Ну, наверное, четырёх импульсом логично было бы назвать произведение массы не на трёх скорости, а на четырёх скорости. Но вот тут есть, как всегда, опасность. Весь вопрос в том, что мы не знаем, как ведёт введённая нами масса, как коэффициент пропорциональности между силой и ускорением, в том случае, когда мимо нас эта вся система быстро двигается. Ну, нет у нас опыта такого. А вдруг она меняется? Вдруг тот, кто бежит, увидит, что у нас другой коэффициент пропорциональности. Поэтому, как и в случае скорости, надо быть крайне-крайне осторожным. И давайте мы с вами здесь поставим то, что будет называться массой покоя. Это масса тела, которую измерит тот, кто вместе с этим телом мимо нас со свистом летит. Вот мимо нас какое-то тело летит со свистом, давайте к нему приставим наблюдателя или экспериментатора. Да, конечно, это сделать на практике трудно, потому что для того, чтобы его туда приставить, его надо разогнать до околосветовой скорости. Но вот пусть мы как-нибудь это сделали, и тогда он там, для него это тело почти покоится. И тогда он там, двигаясь вместе с телом, они почти неподвижны, там работает наша обычная трёхмерная ньютоновская физика. Для них работает. Для нас со стороны, чёрт знает, может, работает, может, не работает. Но поскольку у него там, его тело относительно него почти неподвижно, а мы договорились, что вся физика… Если у нас тело, когда неподвижно относительно экспериментатора, мы знаем, как устроена физика, это придумал Ньютон, это работает много столетий, то и у него там так должно быть. Поэтому давайте вот так введём четырёхимпульс. Ну, тогда, естественно, если мы теперь подставим сюда четырёхскорость, мы с вами получим, что четырёхимпульс можно записать так. Итак, это масса покоя делить на корень из единицы минус В к С в квадрате. Я просто вспоминаю. А здесь будет С и обычная трёхмерная скорость. И вот теперь… Да, естественно, если мы посчитаем квадрат четырёх квадрат четырёх импульса, P на P, мы получим и на вариант, мы получим массу покоя в квадрате на С в квадрате. И эта величина одинаковая во всех системах отсчёта. Каждый в любой системе отсчёта спросит того, кто едет вместе с объектом, чему равна масса покоя, тот ему скажет, он умножить на скорость света и всегда получит одну и ту же величину. И вот сейчас мы подошли к одному очень скользкому месту. Дело в том, что когда я учился, для того чтобы формулы писались более кратко, договорились об одном обозначении. Давайте вот эту величину обозначим буковкой M с индексом V и назовём эту величину по определению релятивистской массой. Тогда формула будет очень компактная. Смотрите, у четырёх импульса одна компонент – это релятивистская масса на скорость, а пространственный компонент – это будет просто релятивистская масса на скорость, точно так же, как в классической физике, без всякого корня. Но мы просто корень в это обозначение спрятали. И тогда для трёхмерной компоненты, когда у нас скорости большие, можно будет написать, что импульс трёхмерный – это вот три компонента вектора импульса пространственного – на большой скорости. Если я ставлю индекс V, это означает, что мы трёхмерные наблюдаем на большой скорости. Будет равен произведению релятивистской массы умножить на эту скорость, но в точности, как в классической физике. И вот тогда ввели понятие релятивистской массы. Если мы введём такое понятие, то можно нарисовать график зависимости от скорости релятивистской массы. Смотрите, пока у нас скорость маленькая, это практически m с ноликом, потому что у нас от единицы вычитается мелочь. И на малых скоростях релятивистская масса – это просто масса покоя. А вот когда скорость стремится к скорости света, у нас в знаменателе получается из единицы мы вычитаем единицу, получается ноль. И у нас релятивистская масса асимптотически стремится к бесконечности. Ну вот, я об этом сказал, я даже думал, надо ли об этом говорить или нет, потому что я сейчас нарываюсь на некоторый скандал. Да мы ещё с поездом-то не можем закончить, а тут… Нет, нет, а здесь скандал, который у физиков идёт. Ага, другой скандал. Это большой скандал, который идёт и физиков. Ну, значит, надо сказать, что вокруг вот этого глупости в своё время, когда вот я учился, тоже было много, я помню в каком-то фантаст... Я любил всегда в детстве фантастику читать, и вот в одном фантастическом романе я прочитал следующее, что когда космический корабль землян стал достигать околосветовых скоростей, то вот по этой формуле масса электронов в компьютере стала большой. И понятно, попробуй, казалось, ставить быстро двигаться массивные электроны, и поэтому компьютер стал считать медленно. И мужественный командир корабля землян, он летел вместе со своей очаровательной спутницей, увидев, что бортовой компьютер стал тормозить, выражаясь современным языком, он выключил бортовой компьютер и взял управление космическим кораблём в свои мужественные руки, и с помощью гравитационных бомб, искривления пространства и сверхлазерного оружия так наложил поганым зловредом, которым он летел, что те сразу перевоспитались, осознали гуманистичность миссии землян и стали хорошие, и стали строить у себя коммунизм. Отсюда вопрос. Внутри этого капитана корабля тоже есть электроны, которые, по всей видимости, тоже замедлились. Как же он? Вот уважаемый автор этого фантастического романа забыл постулат Эйнштейна. Находясь в замкнутой системе отсчёта, никаким образом нельзя определить, с какой скоростью летит эта система отсчёта. Поэтому, если он сидел внутри космического корабля, то его компьютер с его точки зрения работал абсолютно нормально так же, как и его мозг с точки зрения компьютера его космического корабля. Внутри там было всё абсолютно нормально. А вот зловреды, которые смотрели со стороны на происходящее, к ним летит корабль с почти световой скоростью, вот тут-то они не без эхидства заметили, что наш мужественный командир вместе с его очаровательной подругой и компьютером тормозят. Это было очень радостно зловредам, но радовались они напрасно, поскольку с точки зрения экипажа корабля тормозили-то зловреды как раз. Кто кого убьёт, Александр Сергеевич, в итоге? Раскройте с точки зрения правильной постановки постулата. Там всё было написано, все перевоспитались и стали строить коммунизм. Так что этот вопрос бессмысленный, так сказать. Этим кажется одна, этим кажется другое. Когда они стреляют по зловредам, к ним летит к зловредам ракета со скоростью, которая не равна скорости космического корабля плюс скорость выстрела. Ну, например, если к ним космический корабль приближается со скоростью половины скорости света, что не запрещено, а боевая ракета у космического корабля тоже относительно самого космического корабля вылетает со скоростью тоже половины скорости света, то наш мужественный экипаж видит, что ракета полетела вперёд со скоростью С пополам, а зловреды к ним несутся тоже со скоростью С пополам, но для зловредов к ним ракета не полетит со скоростью С пополам плюс С пополам равняется С, она полетит с меньшей скоростью. Смотри, на прошлый раз выведенный дельтивистский закон сложения скоростей, их надо просто аккуратно посчитать. И что, у них, получается, с их позицией ещё есть время защититься от ракеты? Да, к ним она летит медленнее, чем скорость света, да, медленнее. Она не со скоростью С пополетит. То есть, теоретически, значит, капитан корабля должен был бы рассчитать не то, как полетит ракета относительно него, а он должен рассчитать то, как она полетит с точки зрения врага потенциального. Ну, а что значит, рассчитывай, не рассчитывай, сколько у неё есть, сколько её разгоняют относительно космического корабля, землян, её двигателей, то она скоростью и полетит. И вот если у него есть такая гипотетическая ракета, которая летает со скоростью С пополам, то от него-то она полетит всё нормально со скоростью С пополам, но к ним-то она... И он летит со скоростью С пополам, но к ним она будет приближаться с меньшей скоростью. Сложно вести войну, вы понимаете? Ну, как? А не надо. Надо вести идеологическую войну. Зачем стрелять? Так вот, теперь я хочу сказать о том скандале, который действительно возник, и вот этот скандал меня и сильно огорчает, и самое главное – я не понимаю, о чём идёт скандал. Скандал идёт среди физиков. Предлагаю начать с этого. Следующий ролик. Ну, давайте. Возможно, мы удержим интригу до следующего. Давайте. На сегодня всё. До следующего скандала.